Здравствуйте! К нам обращается Светлана из Канады. Светлана просит нас сделать ректификацию ее натальной карты. Дата рождения Светланы 17 сентября 1967 года, приблизительно в 3 часа дня. Место рождения Светланы это Могилевская область, населенный пункт называется Белынычи. Светлана рассказывает, что еще с паспортом гражданки Советского Союза в 91 году, в возрасте 24 лет, улетела в Канаду, где уже осталась навсегда. Да, наверное, поэтому Солнце должно быть в 9 доме, вот оно сейчас прям по минутам, но в 9 доме, и желательно, конечно, там его оставить. Папа умер в Могилеве примерно 27 августа 2021 года от отравления ядом, согласно рассказам родственникам, но неизвестно точно. Накануне болел и имел операцию. Был умным доктором, но страдал от зависимости к алкоголю. Брак с мамой из-за этого не сложился и распался. Есть старший брат, и вот как раз он тоже живет в Канаде. Итак, папа не стала, получается, в 2021 году, когда вам было 53 года на тот момент. И если мы будем ориентироваться на дату смерти папы, то я думаю, это надо провести до микродирекции, абсолютно точно, МЦ к Южному узлу, которая прямо рядом с солнышком. Итак, получается, что если мы ориентируемся на 27 августа 2021 года, то вам было на тот момент 53 года, 11 месяцев и 10 дней. 53 минуты, 57 секунд. И тогда у меня получается точное время рождения. Рождение уважаемой Светланы, запишите, пожалуйста, оно действительно соответствует тому, что вы сказали, но добавилась звезда на десценденте плохая промужа Белатрикс. Итак, точное время вашего рождения, уважаемая Светлана, это 14 часов 59 минут 54 секунды. Микродирекция МЦ к Южному узлу по дате смерти вашего папы. Солнышко осталось в девятом доме, но Плутон, с которым оно в соединении, в восьмом, поэтому я не исключаю, да, что может быть обстоятельства смерти, возможно, носили и в том числе криминальный характер. Этого действительно исключить нельзя. По поводу супруга, конечно, тяжелая история, звезда Белатрикс. Светлана вышла замуж, когда ей было на тот момент 24 года. И, соответственно, ну, если мы будем смотреть, каким образом прошла, прошла дирекции Южного узла к Нептуну, ну, тут и, конечно, и Зенит подоспел. И Светлана родила первенца, сына, в 94 году, когда ей было на тот момент 26 лет. Да, все верно. В 26 лет Светлана стала мамой, даже скорее вот это МЦ к Нептуну, вот это даже дирекция, да, МЦ к Нептуну под именно рождение и Венера к Солнцу, еще и красивый сын, еще и Венера к Солнцу. Таким образом, все точно ректифицировано, вот, больше с мужем в разводе, ну, плохая звезда встала на десцендент, больше замужем, пишет Светлана, я не была. Кстати, Светлана, вот это зря в день рождения и лунное затмение, так совпало у вас в этот день рождения. Я хотел бы вам пожелать, это прозвучит необычно, но еще раз выйти замуж, потому что у вас мутабельная луна, у вас двойной знак десцендент, у вас все показатели, как раз способствующие тому, чтобы еще раз выйти замуж. Поэтому я вам этого просто искренне желаю, просто искренне, надо только правильно подобрать дирекцию. Ну, вот, были такие возможности, вот, 48 лет, но это уже прошло, 47-48, прям очень, очень, вот, много было таких показателей на 47-48 лет, но это уже осталось в прошлом. Ну, теперь надо думать о будущем, теперь вот Солнце к Нептуну, это как раз будет дирекция на 59 лет. Поэтому, дорогая Светлана, пользуясь случаем, я поздравляю вас с днем рождения, поздравляю вас с обретением ректификации и искренне желаю, чтобы на дирекции Солнца к Нептуну, приблизительно в возрасте, плюс-минус, полгода 59 лет, вы снова и на этот раз более удачно вышли замуж. А в качестве еще подарка я хотел бы вам назвать идеальные параметры спутника жизни. У него должно быть число рождения 24-е, плюс-минус 4 дня, то есть где-то он должен родиться в третьей декаде месяца, с 20-го по 28-е число. По знакам зодиака вам надо исключить таких мужчин, как тельцы, козероги, стрельцы, рыбы и девы. Пять знаков. Стрельцы, козероги, тельцы, рыбы и девы. Остальные мужчины вам подходят. Я искренне желаю вам счастья. К нам обращается так, Анна Александровна Ша, которой вы недавно, пишет Анна Александровна, делали ректификацию. Действительно было такое. И Анна Александровна нам пишет, что в процессе ректификации просто это был большой подарок. Как будто ощущение самоидентификации. Вопрос касается работы моего сына. С удовольствием, Анна Александровна, посмотрю. И спасибо вам за такой отклик на ректификацию. Сын родился 28 октября 1999 года в 10.35. Место рождения город Люберцы. Вот вопрос такой. Он окончил университет по специальности землеустройства. В течение трех лет работал помощником оценщика недвижимости. Но нужно бесконечное обучение, сдача экзаменов, а мизерные зарплаты. Скажите, пожалуйста, стоит ли ему продолжать деятельность в этой сфере? Или нужно менять профессию и в каком направлении лучше менять профессию? Вот на это нам нужно обратить внимание. Если бы не ретроградность Сатурна, может быть, я бы рекомендовал и все-таки остаться в профессии. Потому что Сатурн в шестом доме, но он ретрограден. И как бы я понимаю, что есть некая неудовлетворенность. Управитель трудозанятости Венера в девятом доме и Меркурий тут прекрасный. Вообще идеальная сфера деятельности для вашего сына – это туризм и отельный бизнес. У него прекрасный гороскоп отельера. Как к этому подойти? Но просто передайте ему, что если он каким-то образом переместится... Он может остаться и в этой профессии, как бы, несмотря на ретроградность Сатурна, это возможно. Он сдаст экзамены и так далее. Но, безусловно, максимальное раскрытие его бы ожидало в карьере в туристической сфере и отельер. То есть управление гостиничными комплексами – вот это идеальная профессия для вашего сына. Он действительно отличается, правда, высокая скорость Луны, но Меркурий при этом на асценденте очень острым и цепким умом. При этом у него весьма такие выразительные глаза у вашего сына, ну, как бы, привлекающие внимание окружающих. И все-таки, пользуясь такой вот внешностью, внешними данными хорошими, это очень важно для тех, кто связан с отельным бизнесом. Я думаю, что это тоже, как бы, ему пошло на плюс, на пользу. Поэтому идеальная сфера реализации – это отельер и туристический бизнес. Как раз сейчас прогрессивная Луна проходит по шестому дому. И я думаю, что пока он останется в землеустройстве, но как раз вот в конце сентября начинается кризис в этой области для него, который продлится до начала ноября. И, как вариант, вот с середины декабря действует прекрасный аспект уже для его деятельности на новом поприще – туризм, гостиничный бизнес, начиная с середины декабря этого года. А кризис вот в ближайшие числа уже начнется по той профессии, где он сейчас. И апогея этот кризис достигнет 14 октября. Кстати, в сатурнианскую дату. Так что я думаю, что ваш сын сам придет к тому, что ему нужно менять сферу деятельности, и это будет уже его, как бы, собственное решение. К нам обращается Ульяна Ткачук. Ульяна пишет. Добрый день, уважаемый астролог. Вопрос на самом деле важный, так как мучает уже много лет. Был два раза шанс купить квартиру, и притом хорошую. Мы с мужем испугались, а теперь цены выросли, и я работаю сама на себя, а в Германии это для кредита не приветствуется. Поэтому банк рассматривает только мужа. Вопрос такой. Приобретать ли нам в Дюссельдорфе трехкомнатную квартиру, будет ли это во благо для нашей семьи? Или дом? Ну, у меня очень запросы высокие, и цены тут тоже высокие. Или инвестиция просто в однокомнатную, и аренда ее. Ульяна и муж. Дорогая Ульяна, давайте я начну с мужа. Мужа зовут Тимур, потому что он заемщик, и его натальная карта главная. Тимур родился 8 апреля 1985 года. Время также рассчитывало у знакомых примерно 16.46 в Санкт-Петербург. Ну, вообще точная ректификация, это не примерно, а всегда, когда вот мы делаем прям до секунд, время становится известно. Итак, кредит вашему супругу безусловно одобрят. У него очень сильный потенциал в бизнесе и предпринимательстве. Он идеальный менеджер, тройное соединение Солнца, Меркурия и Венеры. При этом Меркурия и Венера еще и оба ретроградны. Так называемый аспект вечной молодости. Это хорошо. Стационарный Нептун, он гениален. Родился в день экзальтации Солнца. Конечно, муж ваш просто с астрологической точки зрения. Очень яркая личность. Прекрасно, что вы в Германии, у него северный узел в девятом доме, да еще и в соединении с Марсом. А Марс это управитель Овна, это знак Германии на астрологической карте мира. По поводу ипотеки, ну вот единственное, что ее лимитирует, это ретро-плутон. Ну, остальных плохих показателей нет. И, конечно, здесь, видите, вот надо было бы, ну это уже, если захотите, в отдельном запросе все-таки уточнять время рождения. Потому что у него управитель четвертого дома, если вот это время брать, которое вы мне дали в пятом, то, да, рождение ребенка как двигатель, покупки недвижимости. Вот. А если время чуть раньше, то картина уже принципиально меняется. Ну, в общем, у него показатели за трехкомнатную квартиру, хотя, конечно, это всегда большой груз, безусловно, который так легко, как бы, от себя не отдашь. Так, давайте посмотрим линия Плутон и С. Не очень хорошая, но она для банковской квартиры подойдет. Для банковской квартиры подойдет. То есть, как бы, в принципе, ответ положительный. Ну, вот насчет того, что вы сказали, вот, ну да, Дюссельдорф, конечно, от этой линии, но это и хорошо, он как бы в стороне от ангуляра. Вот, поэтому это неплохо, но вот вы сказали, дом или квартира, да? Ну, даже, может быть, и дом, может быть, и дом, в принципе, да. Тут и так, и так. Или трехкомнатная квартира. То есть, у мужа показатели положительные. Все может получиться удачно. Меркурий приходит к Северному Узлу, и Нептун прошел Юпитер. Да, да, да. Я думаю, что это об этом. 39 лет, да. И узел в Девятом Доме. Надо сейчас, в этом году нужно оформлять покупку. В этом году. Ну, а теперь давайте посмотрим саму Ульяну. Ульяна родилась 29 марта 1982 года. Нечетко. 3.24 или 3.13. Видите, Ульяна, для точных выводов нам очень важно все-таки точно знать до секунд, как я уже сказал, время рождения. Так, что у вас? У вас хорошая линия проходит через Германию, но это тоже в стороне от Дюссельдорфа. Херон Десцендент. Это, кстати, линия, способствующая успехам вашего супруга. Северный в седьмом узлы вас поддерживают. Все в порядке. Тоже стационарный Нептун, то есть у вас гениальная семья. Вы оба, так сказать, гении. Но вот у вас, конечно, аспект опасный для ипотеки, поэтому очень хорошо, что... Ой, нет, у вас расходящийся... Этот опасный, но он такой под вопросом, а вот Венера, Сатурн не под вопросом, и это расходящийся аспект Ульяна. И как бы так, переезд в Германию в девяносто девятый год, то есть вам было тогда семнадцать лет, когда вы переехали. Ну, это можно провести... А, нет, здесь не проведешь. Ну, я просто думал, если подобрать под это событие дирекцию. Сын родился в две тысячи пятнадцатом году. То есть, получается, вам на тот момент было тридцать три года, когда родился сын. Тридцать три года было. Вы сказали, или три тринадцать. Наверное, все-таки три тринадцать ближе, чем три двадцать четыре. Ну-ка, давайте глянем. Так, вот. Вот три тринадцать. У нас время на три тринадцать. И получается... Так. Пытаюсь тоже подобрать какую-то... Ну, и уран к асценденту близко к рождению сына. И Марс к МЦ. Да, вот эти две дирекции. Даже скорее Марс к МЦ, потому что сын вот так. Тогда где-то бы получилось, ну, три четырнадцать. Но меня другое пугает Светлана. Ой, простите, Ульяна. Меня пугает, что у вас, у мужа не было, ну так, минимальный, а у вас прямо в натальной карте такой четкий антиипотечный аспект. Вот, единственная надежда, это вот, что заемщик он официально. Но с другой стороны, ведь по закону, когда один из супругов получает ипотечный кредит, я думаю, что в любой стране такой закон, хотя точно, конечно, не знаю, как именно в Германии, но в России так. Оба супруга несут за этот долг ответственность. Даже несмотря на то, что банк оформил кредит лишь на одного из них. То есть, получается, что аспект опасный, и тогда, наверное, надо идти путем, о котором вы сказали, вот этим инвестиционным путем, так, наверное, будет спокойнее. Потому что, видите, вот ваш гороскоп за счет расходящегося тригона Венеры к Сатурну говорит, что ипотеку брать нельзя. Или покупать сразу так, или вот идти каким-то другим путем. Так что, вот к какому выводу в итоге я пришел, потому что ипотека такая опасная вещь, она много чего рушит, если человек взял, а по гороскопу не должен был брать. Ну, я думаю, что вы все взвесите. В любом случае, небо вас поддержит, потому что у вас прекрасная семья, замечательный муж, вы ему хорошая жена, поэтому все хорошо. К нам обращается Джулия Джей. Джулия Джей обращается с просьбой рассмотреть натальную карту ее супруга. Супруг Джулии Джей родился 9 февраля 1970 года в Екатеринбурге. Мама точно не помнит время рождения, помнит, что когда она рожала, было светло. Посмотрите его соляр. Мы живем в Америке, он большой любитель американского футбола, будет финал сезона, и мы устраиваем большое пари по этому поводу. Ну, вот и осталась дилемма. Мы живем в Саут-Эмптон, Пенсильвения. Можно взять координаты Филадельфии, но, может быть, вы посоветуете что-нибудь другое. Вот полезные события. Так, отец умер в 2021 году. Так, 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 так. Значит, получается, 51 год был вашему супругу, когда не стала папой. Так, здесь далеко, и получается, так, это тогда, если сейчас, если мы... Так, я пытаюсь провести смерть папы в дирекции МЦ к Сатурну. Да, у него в пятом доме Юпитер. Для него футбол и все, что с этим связано, это прям то, что делает вашего мужа счастливым. Когда умер ваш свекор, вашему супругу Джулия, был 51 год, 2 месяца и 21 день. 51, 13, 30. Такая дирекционная дуга. Мне главное сейчас про солнышко, чтобы солнышко не ушло в... Нет, оно не ушло. Все, оно осталось, и узлы директные. Вот она, Америка. Прекрасно. Так, переехал в Америку, ему был 21 год. Гениально. МЦ к Луне. Все. То есть, настолько точная оказалась лектификация и смерть папы, и переезд в Америку. Запишите, пожалуйста, точное время рождения вашего супруга. Оно составляет 14 часов 35 минут 7 секунд. 14, 35, 0, 7. Итак, составляем ему соляр, пробуем сначала Филадельфию, если не понравится, тогда будем смотреть дальше. Поехали. Тем более, это такое важный с астрологической точки зрения будет день рождения, но асцендент попал в 12 дом. Не хотелось бы, не хотелось бы, просто вот, честно, как бы, я не думаю, что вообще на восточном побережье нам бы удалось что-то найти. Надо смещаться на запад. То есть, вот эта вот штука, она как бы, ну, говорит о том, что остаться дома не очень хорошо. Так, вот сейчас я сделал роскошный соляр, просто роскошный, с минимальной стрессовостью. Юпитер на асценденте, солнце в зените, соляр, который принесет вашему супругу огромный успех. Вот, все-таки, несмотря на вот этот вот, про футбол вы написали, супербоул, нет. Ну, день рождения важнее, чем супербоул. Вы, как человек, увлекающийся астрологией, это понимаете. Давайте, либо Дарвинпорт, штат Айова, либо Денвер, штат Айова. Давайте попробуем Денвер сначала, потому что это более крупная агломерация, к сожалению, нет. Тогда, я не сомневаюсь, что это Канзас-Сити, штат Канзас. Нет. Так, начинается. Тогда это Миннеаполис, Миннесота. Нет. Это вот, когда гороскоп начинает сопротивляться, тогда пробуем Даллас, штат Техас. Нет. Как говорится, начинаем закипать. Тогда пробуем Мемфис, Теннесси. Ну, вот, что-то горячее. Вот, наверное, Мемфис. То, что надо. Могу взять еще чуть-чуть правее. Могу попробовать Атланту. Ну, это уж совсем тогда удобно. Атланта. 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 Ну, из крупных городов. Ну, могу попробовать Нашвилл, Теннесси. Нет. По-видимому, 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 так, Миссисипи. Могу попробовать новый Орлеан Луизиана. Нет. Да, все-таки, значит, Мемфис, Теннесси. Все. Потому что все остальное, как бы, создает нам что-то не то. А Мемфис прекрасен. Спасли Асцендент. Юпитер на Асценденте. Солнце в Зените. Шикарный, просто роскошный соляр на Мемфис. Итак, запишите, пожалуйста, параметры соляра. Тем более, что это важно учесть. В течение года у супруга может возникнуть некая марсианская ситуация. А марсианская ситуация это или что-то со здоровьем, ну, или конфликт. И хорошим соляром мы, как бы, эту всю тенденцию нейтрализуем. Поэтому, пожалуйста, запишите, что вашему супругу просто обязательно нужно спланировать визит, ну, и вам вместе с ним на соляр в Мемфис. Параметры соляра. Он включается 8 февраля 2025 года на один день раньше календарного дня рождения. По местному времени ровно в полдень включается соляр. То есть ровно получается 12 п.м. В это время вы с супругом, ну, или он один, должен находиться в самом центре Мемфиса, вот, или гулять, или ездить, смотреть что-то интересное. Солнце в соединении с Меркурием. В самом центре Мемфиса, 12 п.м., 8 февраля 2025 года. Обязательно нужно сделать символический подарок, который одновременно является важнейшим оберегом для вашего супруга. Это круглой формы золотая медаль в бархатной коробочке, которую вы закажете у ювелира. На одной стороне должна быть выгравирована дата юбилей 2 пятерки, а на обороте медали его имя, ну, можно еще что-нибудь дописать, если посчитается нужным какие-то пожелания, и вручить ему эту медаль 8 февраля в Мемфисе, в Теннесси. Поздравляю вас и с лектификацией, это очень важно, времени рождения, и с подбором соляра для вашего супруга. К нам обращается наша дорогая Петра Вершинина. Петра Вершинина просит рассмотреть соляры для достижения поставленных целей. Так, ну, с удовольствием. Четыре варианта. В приоритете благополучия сына, он мое солнце. Личные отношения и продажа дома. Спасибо, Петра, за очень конкретную задачу. Итак, 12.12.1975 года, 2.16.41. И теперь мы выполняем соляры. И первым идет в списке Сиэтл, штат Вашингтон. Соляру включается 10 декабря, на два дня раньше календарного дня рождения. На первый взгляд, очень симпатичный Юпитер в пятом доме. Как раз и второй дом такой активненький. Соляру на Сиэтл мне нравится. Кстати, Петра, год будет невероятно необычным, новый астрологический, который у вас начнется в декабре 24 года, потому что в день рождения, то есть в соляре, сразу будет две разворотных планеты. Марс и Нептун. Такое бывает один раз в жизни. И это интересно. При этом опасаться вам, ну, практически некого. Все планеты так или иначе нейтрализованы. Давайте теперь... В общем, соляр на Сиэтл очень хороший. Но Петра с научной точностью мне дала 4 адреса. И я, конечно, должен проверить все 4. Соляр на Л.А. Ну, такой спорный. Спорный, потому что Венера на Асценденте прекрасна. Но над Асцендентом, вот это опасно, висит Плутон. Над Асцендентом висит Марс. На ИЦе Уран. Что-то как-то так немножко, немножко агрессивненько. Так, а если мы возьмем Сан-Франциско, чтобы отогнать все эти злые планеты, ну, от угловых точек, потому что как-то это все немножечко, немножечко напрягало. Да, вот Л.А. нет, а вот Сан-Франциско может быть. Но при этом, при этом, все-таки Сиэтл бы мне понравился больше. Дальше, Хьюстон, Хьюстон, так, и, так, Хьюстон, Асцендент в пятом. Ну, так, в принципе, в принципе, неплохой тоже соляр на Хьюстон. Но пятый дом пустой, зато вот тут Юпитер на ИЦе, а вы ждете продажу дома, Асцендент в пятом. Вы знаете, Хьюстон, возможно, даже получше, Сиэтла и, ну, Кроули я даже смотреть не буду, потому что в Калифорнии, я вам сказал, что там только вот Сан-Франциско хороший соляр. Вот. Наверное, вы знаете, Петра, наверное, я сейчас все-таки остановлюсь на Хьюстоне, потому что, ну, штат Техас, разумеется, потому что как-то все мне здесь очень нравится. Так, ну-ка, проверим кое-что. Так, проверяю. Сейчас я все-таки еще хочу вот этот вариант проверить. Так, 37, 34, 0, 5 и 118, 45, 0, 5. Так. Ну, нет, нет, Кроули еще хуже. Да, все, значит, остаемся из трех представленных вами вариантов. Я предпочитаю Хьюстон, штат Техас. Потому что показатели этого соляра вполне способствуют. С другой стороны... Вот как все это у меня так понравилось. Так, подождите, что здесь вот такое? Сиэтл. Я прямо весь тоже в таких сомнениях нахожусь. Так, или Сан-Франциско, который вы не писали, но который я нашел по своей инициативе. Или Сан-Франциско. Нет, наверное, давайте Хьюстон, давайте Юпитер в четвертом доме. Хотя бы вот эту просьбу мы реализуем. Да, я окончательно склоняюсь к Хьюстону. Запишите, пожалуйста, параметры вашего соляра. Это 10 декабря, вторник, время 11.49 а.м. Вы находитесь в самом, в этот момент, в самом центре Хьюстона. Ну, прогуливаетесь, отдыхаете. 10 декабря в 11.40 а.м. Хьюстон, Техас. Для повышения вашей удачи, уважаемая Петра, во всех делах и вопросах с 10 по 12 декабря, то есть три дня подряд, солярные и календарные дни рождения, в одежде, аксессуарах и украшениях, я очень рекомендую вам делать акцент на белый цвет. Белый цвет принесет вам дополнительную удачу в течение всего следующего года. Итак, счастливого соляра в Хьюстоне! К нам обращается любовь с просьбой про сына Елисея. Елисей родился 30 июня 2003 года в 19.18.16 в городе Выборг, Ленинградская область, куда я теперь очень-очень часто отправляю наших гостей на день рождения. Вопрос. Вот про криптовалюту посмотреть и посмотреть, где лучше будет Елисею жить. А, соляр, Выборг, ну и так далее. Да, давайте, сначала давайте про криптовалюту, а потом соляр для Елисея вместе посмотрим. Так, проверяем. Получается, что идеально. Правда, пустой 11 дом, то есть, может быть, он и не станет этим заниматься, но если он займется, у него арахно, шикарно, во льве, в восьмом доме, почти в точном соединении с Юпитером. Про криптовалюту абсолютно положительный прогноз. Строим сначала для Елисея соляр на Выборг. Его соляр включается 30 июня следующего года. Так, проверяем, что у нас получилось. Две планеты в двенадцатом доме. Ну, так все более или менее. Неплохой соляр на Выборг. Вполне. Вполне неплохой. Поэтому можно остаться в Выборге. Также мне предложен Петрозаводск для соляра. Так, ну, Петрозаводск, в принципе, как бы, ну, аналогичный соляр, как на Выборг. То есть, нет преимуществ, ну, а в Выборге все-таки дом, поэтому у Петрозаводска явных преимуществ нет. Дальше Санкт-Петербург, так, посмотрим, соляр на Санкт-Петербург, интересный, но асцендент шестой уран. Нет, Санкт-Петербург нет, нельзя точно. Дальше Барнаул, Алтайский край, асцендент седьмом, но солнца в двенадцатом, Барнаул нет. Дальше Киров. Сейчас окажется, что дом идеальное место и будет, то есть Выборг. Так, тридцатый июня. Нет, Киров тоже нет. И последний соляр это Вологда. Вологодский соляр тоже нет. Все, значит, остается, остается, как мы уже сказали, Выборг. Тридцатого июня соляр включается в два часа ночи, поэтому специально делать ничего не надо, но важно, чтобы Вы подарили сыну символически какой-то предмет из классического, ну, запонки, может быть, слиточек, что Вы решите? Из классического золота. И пусть в день рождения, тридцатого июня, Елисей будет, как бы, ну, вот, по возможности, окружен чем-то таким золотым. Это принесет ему дополнительную удачу. Елисей Геката, поэтому Вы за него не переживайте, он умеет за себя постоять, но, конечно, картинка не очень хорошая. То, о чем Вы меня спрашиваете, там и начальство может не очень хорошо, в общем-то, к нему относиться. Поэтому тут так, как бы, все под вопросом. Но соляр, безусловно, в Выборге. И еще, передайте, пожалуйста, Елисею, но он уже взрослый молодой человек, ему уже 21, а скоро будет 22. Что астрология ему рекомендует просто в категорической форме полное ограничение на прием спиртных напитков. Вот это очень важно. То есть Елисею желательно вести абсолютно, абсолютно трезвый образ жизни. К нам обращается Александра Юрченко, и она пишет. Доброго времени, Сергей Дмитриевич. Дата рождения... Так, 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 сейчас будем вводить данные Александры в натальную карту. Дата рождения 19 января 1984 года, 12.30, город Красноярск. Красноярск, так, взрослый сын есть. И вот мама умерла в августе, примите мои соболезнования, 2024 года. То есть вам было 40 лет. Даже тут, кстати, маму-то я, наверное, дирекциями, скорее всего, не проведу. То есть смерть мамы не отражена. Рождение сына получается 18 лет. Ну вот могу и циклу не это сделать. Да. И циклу не рождения сына. Сейчас уточним. А, тут бирка. Да, с биркой нам, конечно, надо осторожно. Потому что по бирке сильно много нельзя. Ну, просится просто. Ну, это 1984 год. И как бы могли, ну, написать 12.30, но на самом деле несколько минут всегда можно подкорректировать. Сын родился, когда Александре было 18 лет, 9 месяцев и 9 дней. 18, 46, 30. Такая, ну, тут большой, конечно, сдвиг будет. Большой сдвиг. Ну, посмотрим. Так, поехали. Да, 12.17. А написали 12.30. Вот не знаю, как быть. Наверное... Наверное, все-таки... Не знаю, брать ли эту дирекцию так, а если не в Тунг-МЦ. Уже получше на минутку. Сейчас посмотрим. Может быть, не в Тунг-МЦ по рождению сына. Ну, да. 12.18.48. Ну, могли, да, могли, могли написать 12.30 округленно. Это вполне я допускаю. В конце концов могу сделать и мини-луна-куспиду 5-го на самом деле. Потому что 18.99.1.51.52.39 тогда. Тогда точное время... Ну, да, вот это поближе. Готово. Запишите, пожалуйста. Значит, по ректификации, по рождению сына, на основе дирекции луны-куспиду 5-го дома, у меня получилось точное время рождения 12 часов 21 минута 59 секунд. На работе стресса трясет. Непонятное со здоровьем покалывание в левой части тела. Что бы это могло быть? Как бы сердце. Луна на истлях вольве, слепота в отношении сердца. Вы знаете, вам надо на всякий случай сделать два исследования. Дай бог, все будет в порядке, но надо сделать простых. ЭКГ и ЭХОКГ. Электрокардиограмма и ЭХОКардиография. Называемое еще УЗИ сердца. Не нравится мне кое-что по сердцу, поэтому сделайте... Может, это невротического характера. ЭКГ и УЗИ будут в порядке, и все тогда хорошо. Еще бывает, что это дает такие ощущения позвоночник. У вас, кстати, есть наклонность определенная. Возможно, проблемы по позвоночнику. В частности, первый грудной может быть задет позвонок. И, соответственно, восьмой грудной. В общем, в грудном отделе. Но это только больше даже для остеопата. Потому что обычный вертебролог, наверное, со своей стороны никакой патологии не усмотрит. То есть тут все должно быть на таком тонком уровне. Стоит ли увольняться с работы и искать другую, где лучше соляр встретить можно по России. Так. По поводу смены работы. Вот не знаю, не знаю. Да, тяжелое время, но оно завершится 20 сентября. Потом станет полегче. То есть чуть-чуть еще потерпите. До 20 сентября потом напряжение схлынет. Станет легче. Плутон пришел к Урану. Марс-Кориде. Да, это плохие дирекции. Плутон к Урану. Уволиться-то можно, а вот найти что-то другое будет сложно. Уран на Южном Узле. Нет. Нельзя поддаваться. По этим дирекциям нельзя поддаваться. Поэтому уверен, что надо просто пока перетерпеть. Ну и последняя просьба. Это касается соляра. А то я уже и так очень много всего сказал и сделал. Значит, соляр мы будем строить. Так. Проверяем. Угу. Нет. Москва, Питер вряд ли. Точно нет. Будем брать. Восточнее. Возможно, возьмем Нижний Новгород. Столицу Привузского федерального округа. Луна в восьмом. Нет. Надо выводить. Я думаю, что и Казани мне не хватит. Наверное, придется или в Уфу, да, или в Чижевск. Чижевск, извините. Ижевск. Это я про Александра Леонидовича думаю. И назвал Ижевск Чижевском. Прекрасный соляр на Уфу, в общем-то, да, с минимальной стрессовостью. Тут как бы все гармонично, все утихомерено. Солнышко в первом доме. Давайте я еще гляну Ижевск. Сравню с Уфой. Да. Потому что... Ну вот, кстати, да. Ижевск мне больше нравится. Меркурий здесь вообще нулевая стрессовость, да, и Меркурий перебудет. Ой, не хватило Меркурию. Как обидно. Одной минутки угловой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, все равно это лучше Уфы. Все равно лучше Уфы. А лучше мы уже вряд ли найдем. Это чуть тогда левее. Но тут уже с городами сложно, поэтому нет. Я бы остановился на Ижевске. Конечно, можно попробовать вот еще город Глазов, Удмуртия. Ну да, здесь бескомпромиссно уже. Но, с другой стороны, Луна ближе к Восьмому Думу, а на Ижевск все-таки подальше. Вы знаете, я бы утвердил Ижевск. В течение года на вас нападут три планеты. Марс, Юпитер, Уран. То есть надо будет отбиваться от них. Хороший соляр в этом деле поможет. Запишите, пожалуйста, 18 января, на один день раньше календарного дня рождения, в 8 часов утра и 17 минут, город Ижевск, столица республики Удмуртия. В момент включения соляра вы уже проснетесь. Ну, это после 8 утра уже будет. И я вам советую в этот момент что-то читать или писать. Меркурий на асценденте активировать свои, актуализировать свои пожелания на новый астрологический год, уважаемая Александра. Итак, вы записали время рождения 12.21.59. Вы записали соляр. 18 января, суббота, в 8 часов утра, 17 минут, Ижевск, с чем я вас и поздравляю.